Здравствуйте! Это программа интервью в студии Татьяны Потанина. Социологические опросы регулярно показывают, что больше половины россиян недовольны своей работой. Тем не менее, уходить с нелюбимого места решаются далеко не все и просто терпят. А вот сегодня у нас в гостях в студии человек, который за свою недолгую еще трудовую жизнь сменил огромное количество профессий и уверяет, что наверняка знает, как найти работу по душе и по карману. Юлия, здравствуйте! Юлия Олюкова. Здравствуйте! Юлия, я даже не знаю, как, если честно, вас представить. Вот у нас есть ваша трудовая книжка в студии, и вам 27 лет. Да, но она в 23 закончилась. Она уже закончилась. Здесь есть дополнительный уже вкладыш. Я вот для зрителей хотела бы прочитать несколько строчек здесь. Вы были и продавцом, и инженером, педагогом дополнительного образования, официантом, менеджером отдела маркетинга. В общем, кем вы только не были? Да. Как такое возможно? Почему? Наверное, нужно понимать, что если ты хочешь обладать всем пулом знаний, умений, компетенций для того, чтобы делать свою работу хорошо практически в любой сфере, то работа перестает тебя развивать, наверное, года через три или даже через пять. Подождите, кто вы по профессии? Первый диплом у меня по специальности менеджер социально-культурной деятельности. То есть если первое образование у меня гуманитарное, то продолжать я его решила не где-нибудь, а на инженерно-экономическом уже направлении. Это инженерно-экономический институт. Направление магистратуры называется управление инновацией и стартап. Там очень много экономики. Почему вы столько профессий сменили? Вот если работодатель посмотрел бы на вашу трудовую, вот я, например, работодателем вашим бы была, несколько версий, либо у вас очень скверный характер, и с вами невозможно работать, либо вы нарушаете трудовую дисциплину, с вами договорились, и вы уходите, либо вы просто какой-то непостоянный человек. Почему вы не держитесь на одном месте? Нужно понять, зачем сегодня держаться на одном месте годами. Если у человека есть цель, допустим, продолжить семейную династию, а в Красноярске есть славные предприятия, которые гордятся своими трудовыми династиями, например, это завод «Красмаш», вот я знаю, то, конечно, у него будет одна траектория карьерная. Если человек понимает, что когда он обучается уже всему, чему можно обучиться на той или иной позиции, хочет большего и большего, то он может как раз-таки делать, как я. То есть ещё на входе в организацию честно говорить на собеседовании, что когда мне будет здесь скучно, я, скорее всего, встану и попрошусь на выход. Ну и в зависимости от ответа… То есть вы именно так и говорите, когда приходите на работу на очередную? Да, я действительно могу так сказать. Да, и я действительно так говорила, потому что, ну, когда уже нарабатывается какой-то опыт прохождения тех же собеседований, когда формируется уже более и более целостное представление рынка труда, то ты уже можешь угадать какие-то реакции на, допустим, свой опыт разнообразный. Можешь предположить, какие стереотипы есть у того или иного человека, или наоборот, предположить их отсутствие. Вы сейчас обучаете персонал в организации? Да, да. А вы обучаете чему? Ну вот в зависимости от того, чему попросит их обучить их руководитель. Вы можете обучить всему, получается, или как? Ну, нет, конечно же нет. Дело не в том. Конечно, у организации есть своя специфика, есть своё направление деятельности. Так как я с этими направлениями деятельности знакома, это подтверждает мой богатый опыт. Действительно, тому, в чём у них есть потребности, я могу обучить. Собственно, этим я и занимаюсь. Если очень просто, есть магазин, в нём есть сотрудник. Как научить этого сотрудника работать с покупателями так, чтобы они приходили не один раз, а снова и снова, и снова, и снова. Так, этому вы можете научить. А ещё чему? Как, допустим, работать в коллективе. Да, на заводе, например, вот сотрудников чему вы можете научить? Ну, так сложно сказать. А какой завод? На любом месте работы, где вы были, вам везде было интересно, и как только заканчивался интерес, то есть работа была не по душе, вы уходили, правильно? Ну, скорее да, чем нет. Конечно, нельзя просто рассуждать с потребительской точки зрения, мне здесь неинтересно, всё, я пошла. Но нет, конечно, ты когда приходишь на работу, ты на себя тоже какие-то обязательства принимаешь. Поэтому я предпочитаю сразу на входе честно предупреждать о том, каким разнообразным опытом я обладаю, и о том, по каким причинам я могу уйти. И если человек это принимает, то я остаюсь, и мы с ним работаем. Если человек не принимает, ну, это их выбор, это их право. Но вам не страшно быть без работы? Вот было какое-то время, когда вы без работы были? Конечно, конечно. Ну, нет, скорее нет. Нет, не было страшно. Потому что вы знаете, как найти работу? Да. И как найти работу, которая вам по душе? Которая мне нужна на данный момент, да. Работа на самом деле не может быть по душе всегда, так не бывает. Я для себя ищу по единственному критерию, что мне нужно для моего профессионального развития. То есть у меня есть понимание, кем я себя вижу в условные 30-40-50 лет. А кем вы хотите стать в 30-40-50? Я хочу быть человеком, который очень хорошо понимает людей и очень хорошо разбирается в том, какая работа кому подходит. И сможет их соединить. Это профессия, она приносит доход? Вот то, что вы назвали. Это профессия, которую я себе придумала. Я правильно понимаю, что ваши родители не очень понимают, чем вы занимаетесь и не очень приветствуют, что вы не работаете на одном месте? Первое время действительно было так, да, но их можно понять. Их опасения заключались только в том, насколько я, скажем так, финансово самостоятельна буду. Но когда они поняли, что я постоянно финансово самостоятельна, то перестали волноваться на этот счет. Сейчас, по крайней мере, например, у моих сверстников, да, и у большинства моих знакомых, есть, ну, стереотип, наверное, да, уже в вашем понимании так назовем, что человек приходит на работу, да, и вообще выбирает себе профессию для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, заработать энную сумму денег или зарабатывать, и иметь какую-то стабильность. Вот вас к этому не тянет? Смотря что понимать под стабильностью. Для меня стабильность — это когда я стабильно учусь чему-то новому, и я понимаю, что я развиваюсь. Что такое развитие в моем понимании? Это когда на входе мой уровень знаний, умений, компетенций был одним, в процессе он растет, и на выходе он уже совершенно другой. Вот это стабильность. Когда вы приходили на работу в очередной раз устраиваться, вам работодатели какие вопросы задавали, видя вашу трудовую книжку? Смотря какие работодатели, вот опять же на том месте работы, где я значилась как инженер, но я по факту и была инженером. Опытный кадровый работник, очень опытный, заслуженный, сказал, что это бегунок, ну, то есть я это бегунок, и она опасается насчет того, чтобы меня принимать в штат, потому что брать бегунков — это нонсенс и моветон. А были, которые реагировали положительно и говорят, ничего себе, человек везде все попробовал, значит, он нигде не пропадет? Ну да, в основном были такие, да. Ну, собственно, если люди понимали, что я опасный бегунок, и принимать меня нельзя, то мы просто с ними не работали, а работала я с теми, кто принимал мою позицию. Результатом вот такого путешествия по рынку труда стала одна из книг, которую вы написали, «Человек без определенного места работы». Это я. Да, это вы, я так понимаю. Вы даёте советы, как найти работу. Вы даёте советы, как найти, опять же, один раз и навсегда работу? Нет, я даю советы, как найти работу, которая вам нужна сейчас. Но вы такое кадровое агентство в одном лице, получается? То есть у вас много знакомых, и вы сводите тех, кто к вам обращается? Могу, могу, да. Я могу это сделать, да. Есть такие возможности. Найти хорошую работу себе человек может и самостоятельно, если он знает, чего хочет. Нужно ему помочь понять это. Хорошую — это какую? Любимую? Для кого-то хорошая работа — это, может быть, и нелюбимая работа, но щедрооплачиваемая. Для кого-то хорошая работа — это, может быть, пренеприятная работа, низкая зарплата, но коллектив замечательный, который как вторая семья. Для кого-то работа — это хорошая работа. Это работа, на которой нужно оставаться, чтобы взяли сына или дочь в отдел пониже. В вашей книге вы ещё отвечаете на такие вопросы для соискателей, я так понимаю, да? Как сразу же по запросу работодателя понять, что на эту работу не надо идти? Вот что это за такой совет? Чистейший плод личного опыта работодателей, которых можно легко раскусить на предмет того, готовы ли они действительно платить ту сумму, которая указана в объявлении. Потому что если мы видим очень широкий разбег, допустим, в 10, в 20, в 30 тысяч, то это уже тоже повод задуматься. Если мы ищем какую-то творческую профессию, это особенно актуально для дизайнеров, для художников, где нам предлагают сначала выполнить много очень практических заданий и не пишут, как с нами будут за это рассчитываться, то я бы тоже опасалась откликаться на такие вакансии. Были и такие специальности, такие профессии. Сами придумали, скажем, свою должность, да, и работодатель пошел навстречу. Как вам это удавалось? Ну, одна из школ красноярских просто заинтересовалась моей деятельностью и решила, что для их выпускников такие знания нужны. Поэтому у них в сетке в расписании появился новый предмет и новый учитель. Ненадолго, на тот срок, на который мы договорились. Как этот предмет назывался и чему вы учили? Трудология. Мы с ребятами учили, опять-таки, различать, где грамотно и полно написано объявление о подборе персонала в ту или иную организацию, а где текст составлен таким образом, что нужно насторожиться, а лучше позвонить и задать дополнительные вопросы. Вы занимались этим делом с удовольствием, и вам за это еще и платили. Я не была трудоустроена, денег мне не платили. А, денег не платили, но зато с удовольствием. Каких специалистов ищут, если не заморачиваться на поиск себя очень долго, не пробовать, вот где наверняка возьмут? На мировом рынке труда существуют тенденции усиления роли и значения именно soft skills. Это так называемые мягкие навыки, которые очень тяжело оцифровать. Это, допустим, умение работать в сложном достаточно коллективе без конфликтов и так далее. Это умение договариваться с людьми. Это то, что очень сложно просчитать. Замечательное направление для обучения – конфликтология на юридическом институте. Мне кажется, очень востребовано будет. Замечательная есть профессия, например, менеджер по развитию. А как же трудяги, настоящие трудяги, которые на заводах, рядовые учителя, рядовые, так назовем, врачи, привычные профессии, они, разве на них не надо учиться, они не будут успешные. Вот вы говорите о таких людях, которые, то есть они умеют общаться с людьми, они умеют и то, и то. Как бы вот понимание наших родителей – это непонятно кто. Это непонятно кто, я согласна с вами, да. Потому что мы воспитаны в условиях плановой экономики, в условиях довольно жесткого распределения после института, когда у вас не так было много выбора. Вам говорили, куда вы поедете и где вы будете работать. С одной стороны, это, конечно, обнадеживающая была система. Вы знали, что вы будете у вас требованы на рынке труда. Как правило, у вас было уже какое-то жилье и так далее. Но мир меняется каждый день, меняются требования к той или иной профессии. Поэтому сегодня позволить себе вот такую систему распределения, наверное, могут только безнадежные романтики. Юль, спасибо большое, что пришли к нам в студию. В гостях у нас была Юлия Олюкова. Мы говорили о том, как найти работу, которая бы вас устраивала по всем параметрам, в том числе и была вам интересна и приносила доход. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok